Встреча с Клубом Встреча с Клубом Встреча с Клубом Ай, большая просьба, выключите, пожалуйста, дабильные телефоны, это очень приезжает, раздражает, ну, по крайней мере, звук. Сегодняшнюю программу я назвал таким довольно странным образом «Слой для Бэл». Первое, хотя меня представили здесь как автора, исполняющего собственные сочинения, концерт я свой начну, именно потому что он так называется, не со своей песни, а с песни Давида Тухманова на стихи Семена Терсанова «Жил бы у меня». Я думаю, многие из вас ее хорошо знают, и вторая строчка текста этой песни «Стоит ли об этом?» Это, на мой взгляд, одно из лучших произведений Тухманова, и она очень перекликается, в общем, с тем, как я смотрю на жизнь. И я не назвал свою программу «Жил-был я», потому что программа не только обо мне. Я постараюсь сыграть и некоторые свои серьезные вещи, которые, если кто-то меня слышал на концертах, редко слышит, потому что, по большей части, на концертах я играю всякие дубки, но дубки вы тоже услышите, если хватит духу мне их спеть. Если хватит дури. И дури, да. И так стоит ли об этом? И так стоит ли об этом? Жил-был я? Жил-был я? Жил-был я? Стоит ли об этом? Шторм бил в мол? Молод был и мил. О, плыл флот с выигрышным билетом, Жил-был я, Помнится, что жив, Зной, дождь, гром, Мокрые бульвары, Ночь, свет глаз, Локон у плеча. Шли всю ночь, Листья обрывали, Мы, ты, я, Нежно лепеча. Знал свой слез, Пустоту в постели, Ночь без сна, Сердце без тепла. Газ, Кавказ, Город опустелый, Взгляд без глаз, Окна без стекла. Где ж тут снег, Как скользили лыжи, Где тут пляж с золотым песком, Где тут лес шепотом поближе, Где тут души вместе босиком. Встань, сбрось сон, Не смотри, не надо, Сон, не жизнь, Снилось и забыл, Сон, как мог. В древних колоннадах Жил-был я, Вспомнилось, что жив. Древний колоннадах Жил-был я, Вспомнилось, что жив. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он не терпит толпы, Плюс он, как капюшон, Что в рина бурана Твою душу укроет От снежной крупы, Когда поздно влюбляться, А вешаться рано, Блюз, гитара и дыр, Снизу катится бас, Сверху скрип саксофон, Сбоку шепчет удар, Блюз от меня суетуи, Блюз он здесь и сейчас, Блюз всегда, когда плохо Хорошему парню. Плюс душе не позволит Пропасть не загрошь, Его ритм это сердце, Глухие удары, Блюз останется даже, Когда ты уйдешь, В каждом звуке твоей Овдовевшей гитары. Блюз способен спасти ее, Ну, хотя бы помочь, Блюз окошка в тюрьме, Блюз стрела Робин Гуда, Блюз как легкий снежок В новогоднюю ночь, Что рождает предчувствие Близкого чудо. Играет музыка Ну, на этом я с блюзами не завязал. Перед и что вы можете. Тут у меня в жизни был такой эпизод. Одна очень добрая женщина, сильно озабоченная у ней судьбой и личной жизнью. К сожалению, ее уже нет в живых. Мы вместе долго работали. Я слегка освоил интернет, решила сделать мне доброе дело и зарегистрировала меня на сайте знакомства. Я тогда с этим был совершенно незнаком. И вдруг у меня стало как-то интересно, появляются разные люди. И даже одна из незнакомок привлекла мое внимание. Ну, я длиня был, прям скажем, недостаточно слишком молод. Она довольно откровенно это сказала. Или написала. После чего я никому никогда больше не писал, но не в этом дело. Но она меня тем привлекла, что в своей анкетке написала, что она любит блюз. И я написал такой полушуточный блюз, который называется либо блюз к незнакомке с сайта знакомств. Некоторые мои друзья называют его блюзом кота. Почему вы потом услышите? Хотя бы не совсем блюз кота. Ну, я попробую. Спасибо. 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 Следующая песня. Следующая песня серьезная. Она поется от первого леса, но на мой взгляд она такая философическая вообще. меня еще в колыбели покойная бабушка прозвала философом Дули. С тех пор я страдаю этой склонностью. Да, и предлагала пострадать вместе со мной немножко. Называется «Надо за все платить». «Надо за все» Не спится ночь на четверг, Неделя пошла на спад. Я столько шансов отверг, Я в этом сам виноват. Ведь мог столотую ленить Судьбы переткать под чум. И надо за все платить, И я плачу. Я в жизни, найдя пятак, Червонец тут же терял. Участвовал в стройках, Как строительный материал. Грехи мои отпустить, Лишь Господу попречу. И надо за все платить, И я плачу. Я столько бы не досказал, Не сделал, не спас. И вот, похоже, жизнь на вокзал, И поезд скоро уйдет. И я несусь во всю прыть, Вот-вот на ходу вскочу. И надо за все платить, И я плачу. И мне нельзя допустить, Чтобы ветер залпнул свечу. Не надо за все платить, И я плачу. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Я сейчас выпил глаточек, Раньше еще на свою следующую песню. А вот в предыдущем песне, Пока Лёня, как-то получилось, что мы сделали пак. Первая строчка этой песни, Не спится в ночь на четверг. Мне честно выложили ее на ютуб, Но в слове не спится, мы поставили мягкий знак. В итоге нам, Лёня говорит, Что? Я что об этом хотела написать? А что ты, разве этого не делаешь? Нет, не делаешь. Ну, следующая песня так полегче. Без большой философской нагрузки. Маленькую байку о ней и Саша расскажет, Пусть я ее спою, да? Маленькую байку о ней и Саша расскажет, Пусть я ее спою, да? Маленькую байку о ней и Саша расскажет, Пусть я ее спою, да? Маленькую байку о ней и Саша расскажет, Пусть я ее спою, да? Маленькую байку о ней и Саша расскажет, Пусть я ее спою, да? Маленькую байку о ней мы с этим ребенок поражём, И знать бы каждому из нас, Чем он вот так её потряс, И от какой такой беды её спас, А она с ним пока, он так играет джаз. А она с ним пока, он так играет джаз. А она с ним пока, он так играет джаз. Пока тут идёт смена гитары, я расскажу небольшую историю про эту песню и про следующую. У нас с Лёней есть такая игрушка, за полчаса написать текст. Но я пишу текст, а он пишет ещё и текст ему. Так вот, вот предыдущая песенка родилась с фразы одного нашего знакомого, что кто это такой, это стареющий ловелас. Причём я эту фразу сказала Лёне, вы были в магазине, выбирали гитару. Она была обо мне. И для тех, кто знает, она была Иванова. Вот, значит, и я Лёне сказала, и Лёня сидит играет, говорит, так, домой, срочно, я песню пишу. Вообще, пока мы дошли к нему домой, он говорит, всё, он сел и написал песню буквально вот за минут 15. Ну, для справедливости текст. С музыкой немножко пришлось больше полазиться, но... Вот, а вот с песенкой, которую он сейчас споёт, там было гораздо интереснее. Нет, там, видите, там было интереснее. Я сейчас объясню, почему. Я сижу, читаю книжку, он говорит, ну, давай любую фразу из книжки. Я говорю, я могу на что угодно поспорить. Ты не напишешь песню на фразу из этой книжки. А это какой-то серьёзный автор английский. Проза. Проза, причём такая, такой поток сознания. Он говорит, напишу, давай. Я говорю, ну, хорошо, давай только так, чтобы честно, страницу, строчку сам. Он выбрал страницу, строчку, и там была фраза. Когда они шли вдвоём, их тени едва намечались. Он говорит, так, всё, стоп, я ушёл. Через полчаса он приходит и поёт вот это. Да, сейчас я... Я прошу. А какая фраза была ещё раз? Когда они шли вдвоём, их тени едва намечались. Да, так мы плавно перешли. К песням о любви, которые я пою довольно редко, но иногда всё же таки да. И это одна из них. К песням о любви, которые я пою очень, 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 очень. Спасибо. Когда-то они шли вдвоем, Их те едва намечались, Идем к разговору ручьем, И темы все не кончались. Горячее солнце, пляж, И капли воды на коже, Теперь это все мираж, Лишь туслая бравь. В прихожей два мокрых плаща, Длинней размытия стали теми, Он думает не о ней, Она себе осенний у них марафон, Курить на кухне, ну что за погода, И не о чем говорить. И темы закончились. Куда? Пуа-па-па-пуа Пуа-па-пуа Приветствую всех вновь пришедших друзей. Еще одна песня, ну, она написана была на переходе тысячелетия. То есть она довольно давняя, и из моих песен она скорее всего наиболее подходит под определение классической банковской песни, хотя, ну, тоже вряд ли, просто по стилю. Вы уже услышали, что стиль моих песен очень отличается от обычных бардовских песен, за что меня нередко ругают. Классические барды. Метры километры бардовской песни. Метры километры бардовской песни. Они завидуют. Если я им позвоню, не возьмешь ты трубку даже. Вся родня стоит на страже, злоя не пророню. Мне казалось, да, любовь. Много было слов горячих, много нежностей телячьих, которые думают, чтобы набратишья тignалом. Для вас естьania так же, во everything else and police. Как раздражariat не только не забывает. Мне незаметит трубку приступающих сидит. Я приклопляюсь домой, мама приготовит ужин. Я тебе давно не нужен, впрочем, не тебе одной. Это мне не в первый раз, я уже вставал из пыли. И опять меня любили, и бросали, вот как сейчас. Пусть вам будет хорошо, ты твой мальчик, его папа. Ей махнет мохнатой лапой, год прошел и век прошел. Год прошел и век прошел. Пусть вам будет хорошо, ты твой мальчик. Это, можно сказать, первая песня, которую кто-то услышал и даже одобрил. Это тоже такая есть байка. Я, в принципе, учащийся в институте, играл в ансамбле. Но как-то так все больше за пределами института. На мануфакуалитике был другой ансамблик, и его гитаристу меня чисто не жаловил. Потом мы вместе попали в военные лагеря. Я помню, в советское время, после окончания вуза была военная подготовка 3 месяца. И вот этот, тоже уже, к сожалению, у меня покинул 16 человек, он услышал эту песню. Я ее тогда недавно написал. И стал ее таким яростным пропагандистом. Я вообще некоторое время писал песни на стихи хороших поэтов. Но потом перестал это делать, потому что... Ну вот как-то... Я всегда писал сначала мелодию, а потом были добрые люди, подбирали у меня стихи. А потом я понял, что я лучше попробую писать сам. И так начал делать. И, в общем, забыл в основном все эти песни, которые я писал тогда. Кроме вот этого двойника. Ну, может быть, еще одна-двух, которую я тоже забыл. И петь сегодня я не буду, но вспомнить еще могу. Двойник, да, на стихи Генриха Гейна. На этот стих существует множество произведений. В оперной музыке, там, еще какие-то. И я об этом не знал. Я написал честно сначала мелодию, а потом мой родной брат, который читал книжек, подбросил мне несколько текстов. Я выбрал наугад. Потом выяснил, что тогда хорошо известное стихотворение довольно хорошо малоизвестного автора. Субтитры сделал DimaTorzok. Тихая ночь на улицах дрема В этом доме жила моя звезда Она ушла из этого дома А дом стоит, как стоял всегда Там стоит человек, заломивший руки Не сводит глаз с высоты ночной Не страшен ли к полной горькой муки Мои черты под неверной луной Войник ты призрак или недовольна Ломаться в муках тех страстей От них давно уж мне было больно На этом месте столько ночей Там стоит человек, заломивший руки Не сводит глаз с высоты ночной Не страшен ли к полной горькой муки Мои черты под неверной луной Тихая ночь на улицах дрема В этом доме жила моя звезда Она ушла из этого дома А дом стоит, как стоял всегда Аплодисменты 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 Да, ну в общем, я не лирик, я циник, да? Поскольку наша предыдущая тема была о любви, то сейчас песня будет о том, чем это может закончиться Дело о разводе. Слушается дело о разводе. Весь народ собрался в суд. Интересно всем, что происходит. Ну и кому чего дадут. Суд, конечно, выяснит причины. Будет названа цена. И кто заплатит? Муж, другой мужчина. Или может быть жена. Зал суда врывается истится. Мечется туда-сюда. По мужчин растерянные лица. В том числе и у суда. И она так явно объявляет, Сбросив на ходу манту. Что он не удовлетворяет. Ну, ну, как сами понимаете, кто. Там разум коллективный возмутился. Всем старухам не терпешь. Старый Хэнк от спячки пробудился. И иди-ка заорал. Не трожь. Там и чуть сознание не теряют. Мол, эко антилопа гну. И всех он, значит, удовлетворяет. Ну, вот только вот ее одну. Что же говорить о джентльменах. Все как один собрались с места. Что было в зале, выпили их. Наверное, слопали в один присест. А после в один голос, да повыляют. Мол, это братцы ерунда. Ее пардон не удовлетворяет. Ну, никто никак и никогда. Суд не признал ответчика виновным. Ну, чтоб семью не разрушать. И дело, чтобы ладить полюбовно. Ну, а года через три решать. Чтоб на корню пресечь любые слухи. Но да мало ли чё, говорят. Суд подал мужа дамам на пороки. К жене приставил взвод солдат. Суд подал мужа дамам на пороки. Ура. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пока глянут меня и цару. Я хочу немножко рассказать о следующем цикле песен. Даша, в эту сторону. Я хочу рассказать о следующем цикле песен, который сегодня будет. они будут тут уже серьезные. Вот песня, которую он сейчас поет, по сути дела, это песня, с которой он пришел к нам в клуб. Нет, я пришел раньше, а ты просто не знал. Тут скорость. Замечательно, если мы с вами с тобой годом и полгода. Какой он пришел, явно пришел в клуб, он тайком. Явно пришел в клуб, да, с этой песней. Системная песня, действительно системная. Ну, как бы на нее уже есть пародия, но мы их сегодня показывать не будем, разве что в третьем отделении. И долгое время Леоню узнали в основном по этой песне. Из серьезных твоих песен тебя действительно знали по этой песне. Я знаю, серьезно, да. Эта песня, как бы, в свое время, ну, я много труда положил на ее написание, я не знаю, что сейчас получится, но она отражала, в общем, мою жизненную позицию, если хотите. Из всех песен, которые я пою, она, наверное, лучше всего меня отхарактеризовала долгий период в моей жизни. Ну, сейчас уже вряд ли. Все меняется. Я не знаю, под каким названием ее анонсировать, ну, назовем ее просто «Один на дороге». Вообще, идея ее мне пришла когда-то, там, тексты, в не лучшие времена моей жизни, когда я долго прогуливался вокруг замерзшего озера зимой, но смысл не в этом. «Один на дороге». Ночь пустыня, ты идешь, не имеют ноги, каждый шаг видовым малого труда. Ты один, один, как камень на дороге, что ведет весь ниоткуда, никуда. Ни попутчикам, ни встречным ты не нужен, только волки проявляют интерес. Но силен ты пока небезоружен, и они своей тропой уйдут в лес. Ты ни разу же видал, как гибнут люди, позади давно твой жизненный зенит. Ты делай то, что должен, пусть будет то, что будет. Ты ведь веришь, новый Бог тебя хранит. Пал твой конь, мы были вместе, чем в веках. Да, с конем тебе, как будто повезло. Век коня короче жизни человека. И несешь ты на плече его седло. Помнишь девушку, что вслед тебе смотрела? Как она молилась, только ты получила. Как она тебя не видя, постарела вдруг. Сыновья ее лужи вольны, а мужи я. Сне каких вершин печаль твою остудит. Тустлый свет какой звезды тебя манит. Ты делай то, что должен, пусть будет то, что будет. Ты ведь веришь, добрый Бог тебя хранит. Пусть враги жалеют время для молитвы. Ты, закрыв глаза, проговоришь свое. И с тобой твой поплый, ножественные брюки. И коня, коня, да будешь ты мою. Ты ему на спину прыгнешь и поскачешь. Куда долг и честь и правда поведут. Будут встречные желать тебе удачу. И попутчики в пути не подведут. И пускай ты весь изранен и изрезан. Но придут еще другие времена. И опять нальюнцам скулы железа. Распрямится снова гордая спина. Так что рано подводить тебе итоги. Тускло светит незнакомая звезда. Ты один-один, как камень на дороге. Что ведет из ниоткуда, ни никуда. Что тебя прославит, кто тебя отсудит. Вряд ли ты при жизни будешь знаменит. Но делай то, что должен, пусть будет то, что будешь. И пусть Бог тебя по-прежнему ухранит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Следующая песня, она такая, как бы немножко, ну если хотите, не без легкой мистики, ну даже и не мистики, я не знаю. Еще в конце этого отделения, я надеюсь, или через несколько песен я спою вам одну песню, в которой сказано, что человек общается с камнем для того, чтобы понять самого себя. Так вот эта песня, она одна из самых, как бы, свежих у меня, недавно. Разговор с камнем. Одна часа. Одна часа. Одна часа. Одна часа. Под тебя уже не течет вода, Только сверху бьет из боков. Ты покрылся мхом или коркой льда, Только раньше ты был не таком. Твои лучшие годы в рассвете сил, Ты был вершиной скалы. Чистый поток под тобой убил, А над ним не сдились орлы. И храбрые люди, и я к тебе, Стремились себя найти. Ты был верхней точкой в борьбе, А не будешь никак на пути. И ты удары грозы принимал на грудь, Ты даже бывал и мрад, Но однажды ты выбрал опасный путь, И упал, и сорвал камни пан. Субтитры создавал DimaTorzok Ты в русско-горной реке был упасть готов, Чтоб стать опорой моста на дне. Но люди строят стены вместо мостов, Хочешь стать кирпичом в стене? Да застал ты от стола горных пород, Тебя держит древесный ствол, И теперь ты похож на the stone on the road And not a brick in the wall. Да, тебе не под силу обратно влезь, Ведь ты же камень, а склон крутой, И ты можешь остаться, И станешь здесь сам себе могильной плитой. Так не лучше сорваться, достигнув дна, Коль не смог долететь до звезд. И над ней тебя мысли будет греть, Да, может, кто-то построит мост. Субтитры подогнал «Симон» Следующая песня, я хочу немножко про нее рассказать, И немножко будет наш, у меня нет, передоцвет. Он лауреат двух фестивалей авторской песни, И именно с этой песни он брал этого мятства. На эту песню был сделан наш первый клип. Надо рассказать, что Леня очень сильно увлекается индейцами. Индейцами Северной Америки. И это самая страшная тема на самом деле, Потому что когда ты говоришь слово «индейцы», Ты все можешь замолчать часа на четыре, Тебе все расскажут. Причем то, что ты спрашивал, то, что ты не спрашивал. Хочешь ты знать, не хочешь, никого это не интересует. Но вот эта вот песня, Она написана по... Я объясню, наверное, лучше. Да, эта песня, текст этой песни составлен, в принципе, Из речений и пословиц у американских индейцев. То есть их пословица, из речений, их вождей XIX века. Которую я просто слегка, так сказать, причесал и Зарифмовал, что ли, да, и положил ему музыку. И именно, фактически, вот предыдущая песня, Она продолжать должна была вот эту. Просто мы одну из концерта сейчас решили не исполнять. То есть, по порядку надо было вот эту вот. Песня называется «Индейская мудрость». И... И пути того, кто делает вид, что спит, В душе борются два волка, добрый и злой. Тот волк, которого станешь кормить, вот плод победит. И, похоже, жизнь на дыхании без зоны зимой, На теле, лежащем в траве, Что на закате растворит. Не стой за спиной, друг, я тебя не поведу. Не лезь вперед, друг, я не пойду за тобой. Будем вместе, стань рядом, а есть что сказать, Встань на виду, чтобы увидели, что не равен перевой. Для правды надо мало слов, А правда то, во что мы верим. Великой дух, чей голос я слышу в ветрах, Прихожу к тебе, как один из твоих детей. Чтоб понять себя, я общаюсь с камнем в горах, И молчание может быть частью молитвы моей. И знаю я, что смерти нет, Есть переход между дырами. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и закончить первое отделение, Я хочу еще одну песню на индейскую тематику, Она даже раньше написана. Очень коротко, она посвящена историческому событию В истории покорения Дальнего Запада, Самой крупной победе индейцев над американской армией, Которая состоялась в долине реки Литтлбитхорн, Где войска генерала Кастера американского Были полностью разгромлены И фактически уничтожены Индейцами Лакота, Которых мы знаем под названием Силы Шиенов И сам генерал Кастер погиб В американской истории генерал Кастер Это герой национальный В результате этого дела Всего оно Индейцы с ним были большие счеты Он отколол их в лагерь, но просчитался И в результате понес сокрушительное поражение А у индейцев, лидер этой Разгромившей Кастера бешеный конь Это человек сейчас В Южной Дакоте Из скалы высекает уже много лет одна семья Первый, кто начал польский скульптор Статуи бешеного коня Она сейчас так и называется Гора бешеного коня Все понятно Видят дождь и бурый бизонок От води и гор, от Монтаны до Резоны Такой простор Мы здесь под ярким солнцем Прерим Проделись Мы здесь умрем Нам ни к чему Другая жизнь Золото в горах наших Бремлет Нам на ветру Белые пришли в наши земли И не уйдут Под суду Борят дропы огненных коней Земля умрет Не станет места Нам на ней Мы не подчинились их власти И вот прикат Генерал Америки Крастер Идет на нас Копыта тысяч лошадей Сбивают терм Мы не уйдем Мы будем ждать Лет в пигон Бьюсь над моей головою Бери орла Лук запел дуэт с тетевою Лети стрела Горит обоз Короткий бой Игру на тел Горит земля Великий дух Ох ты так хотел Брерия гудит под ногами Моего коня Клич войны парит над холмами Зовет меня Благословен Кто не успеет постареть Сегодня самый лучший день Чтоб убереть Субтитры подогнал «Симон» Музыка Как мы обещали, первое отделение с серьезными песнями. Ну, не полностью, мы еще будем петь серьезные песни, но начинаю я тоже с очень серьезной песни-сказки, скажем так. Ее по имению посодействовал любимый, уважаемый мной артист и поэт Леонид Филатов, который написал песню про Федора Стрельцова. И когда-то, прочитав ее, я начал, там в этой сказке есть одна такая фраза, извини, я процитирую, это как же вашу мать извиняюсь понимать. Что-то меня задело, и я решил поупражняться. Сколько рифм, я набрала похожие окончания. И вся песня, которую вы сейчас услышите, я просто это предваряю, тут у меня каковали, что я могу объяснить. Но тут много одинаковых или похожих окончаний. Все они на Ать-Ять, Ась-Ясь, Ань-Янь. То есть, на самом деле, изначально она была еще длиннее, я половину выбросил. Ну, получилось, что такая песня сказка, он вообще на скопную тему называется «Легенда о красавице Насте Шахерезадовой». Ребята, тише! Не слышу Леню вообще. «Легенда о красавице Насте Шахерезадовой, которая спасла родину от деспотии и феодализма». В тридесятом царстве князь, жив, резвясь и веселясь, С той поры, как унаследовал власть. Бабыем жил, не женясь, но и баб не сторонясь, Уважая флирт и легкую связь. Он так и жил бы себе в сласть, да мыслишка завелась, Что помрет он, да прервется династия. Ну, знаешь же, родину продась, и так может враг напасть, Вот как бы княжеству совсем не пропасть. И потерял покой наш князь, сносит в карты на тумазь, И шаром не может в лузу попасть. А ковром такая грязь, а в таможне стали красть, И не ловится ни ясь, ни карась. Разом вдруг остепенясь, стал искать княгиню князь. Тут такая суета поднялась, да видать не родилась, Да с кем делить он мог бы власть, Да с кем бы мог изведать пылкую страсть. Ну, одна такая все же нашлась. Раз под вечер слышит князь, Три девицы сели прясть, И беседа по межиме велась. Мол, ведь первая напасть, Как в беду бы не попасть, Да я бы в жизнь бы с таким не сошлась. А тут вторая подпряглась, Ну, вот ты зря, а я б сошлась, А наелась бы тогда, напилась. Да мне на князь, да на класть, От души бы размыклась, А потом бы вовсе с ним развелась. А тут третья так взвелась, А мне вот нужен только князь, И бы только к его сердцу припасть. Да я б дала ему счастье, Я продолжила в династь, Я смогла б ему фантазию подрясть. Шокий князь, вот это страсть, А что за ножки, что за пясть, На таких он не видал отродясь. Он позвал девицу на ась, Но она не повелась, Она же тоже не вчерась родилась. Ну, вот сыграл свадьбу князь, На наряды разошлась, Вся имевшаяся в княжестве бязь. Знать сябну смертью билась, Рать разврату предалась, Сам пришел, а через три похмелась. Ну, вот в палатку входит князь, А тут с кровати кто-то шесть. А Настя сказки говорить принялась, И сказка на ночь началась, А под утро привралась, А княгиня за день отоспалась. А когда под вечер Князь робко вспомнил бродясь, Стала Настя продолжать свою басню. Князь в раздрае, что за казни, Это что у ей боязнь, А он внушает ей неприязнь. И так вот еще одну ночь, Князь уж сделать бы не прочь, Но несокаток хоть какую-нибудь дочь. И уж так его задрал Этот вечный сериал, Что при первых же словах он засыпал. Вот так три года он, бедняжка, и ждал. Но однажды входит князь, К ней вальков и шепчет, Настя, ну давай уж будем делать династию. Но обещала жить, клялась, Вон в дому такая грязь, А в таможне воду ж нечего красть. Ну-ка она его. Но здрасть, ты мне тут не безобразь, Вот сам иди, гандурась, свою грязь. Вот ты уж очень старый князь, Ты с кровати-то вылазь, Я дуды твоих кусар буду класть. Услыхав, такое князь, Свел жену наканавясь, И вожжами получил матерясь. Но она не унилась, И за старое взялась. И однажды взялся сабленный хресь. Но она, по слухам, все же спаслась. Но князь не может больше ждать, Да надо же Родину спасать. Может, в лигу секс реформ написать, Можешь хрен себе созвать, Но ислам не принимать. Могусары ж поломают кровать, Но как бы грязь поубирать, И где работников набрать. Может, врать, куда послать воевать, Может, банки ободрать, Знать заставит меньше жрать, А в таможне всех при тьме отодрать. А если ж меры не принять, Будут после отверять, Будут имя его гнусно склонять, И он решил, чтобы понять, На земных консультантов понять. А те, как стали заливать, Надо сессию создать, Конституцию людям дорвать. И все сбежали срать и знать, Дали чё-то подписать. Ой, всё, князь, можешь помирать, Не мократь. И теперь там каждый дать, Депутать. Это, конечно, краткая история Украины. Хватит таких и не на Украину. Да, никто не говорит. Я же говорю, Украины, А можно приезжать и другие? А можно лучше, чем другие? Дорогие друзья, да. Это вообще... Нет, у других там до сих пор князь. Да. Давайте без политики. И в том числе. Нет, там, давайте. Дождём от политики до завтра. Я не знаю. Меня, наверное, потом побьют после концерта. Может быть, и в литьме, потому что... Воржав, воржав. Воржав не до конечной. Потому что, значит, я хочу сказать про эту песенку. Когда-то очень давно Лёня обозвали князем. Он так и решил написать тоже через очень много лет песню «Злавные герои». А следующая песня, там другая история. С известным уже товарищем, который был, как это, музой песни про Лавелласа. Как-то мы пошли в кафе, и человеку захотелось выпить водки. Но он водку пил исключительно с апельсиновым соком. Подошла официантка и говорит, вы знаете, у нас нет апельсинового сока. Он говорит, хорошо, а что у вас там, томатный? Нет. Ананасовый. Нет, а что у вас есть береза? Я говорю, о, пью я водку с березовым соком, так это же прям, это песня. В итоге, значит, когда мы рассказали об этом Лёня, он и сказал, такие песня. Вспомнил. Вы, наверное, все знаете, откуда вообще вторая идея. Все, наверное, видели фильм про судьбу Резидента, это многосерийный фильм, и там Михаил Мошкин пел замечательную песню «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Ну, вот как бы она тоже меня толкнула на то, чтобы вот так эту тему изложить. Пил я водку с березовым соком, Песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок» И глядит на меня с упреком Моя собственная крува Мол, чего ж ты свою пиулю В сток сырой тащил по весне Чем бродить по полям в полнолуне Ты привёл бы её ко мне Было бы вам тут и мягко, и сухо А уж коль ты такой патреон Но пару раз её съездил был в ухо Тут любая тоска пройдёт И на утро ты встанешь весёлый После эдакой ночи любви Не забудь только манку с рассолом Ну не надо, ну не реви И грешу я не дреманным оком Понимая, как это по-русски Вот купить с берёзовым соком Ни хрена не найдя закуски А следующую песенку нам подсказала Олеся Давайте ему поаплодируем Который сказал, что на фестивале Девочка пела замечательно песню на английском языке Которую она сама и написала Олеся На что Олеся сказал Фак, у меня тоже есть песенка на английском языке В зале присутствует человек, который её редактировал Не будем показывать на него пальцы Вот Но этот момент был Я очень редко её пою Почти никогда Я надеюсь, перевод вам не нужен Ну, я думаю, что для меня она пела Ну, на самом деле, песня должна была петься с комментариями На русском языке Ну, будем считать это просто упражнением И это тоже плюс Представьте себе Дикий запах Ковбой джинный Большой чёрный Большой чёрный Большой чёрный Большой женщины Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда-то Борис Гребенщиков написал песню, которая называлась «Рок-н-ролл мертв», а я еще нет. Борис Гребенщиков Ты одна яйца и близнец «Рок-н-ролл», а мыли вызовы, борьба тебе, и так все доставалось легко. И ты, пустая, как труба, он был полон, он звучал глубоко, и его пояс был в огне вокруг тебя, прожектора и мелом, и всем ты нравилась, но мне, мне почему-то больше нравился он. И он мчался на коне неукротимом, как черта, тебя привез к Абрюле, и если правду говорят, что «Рок-н-ролл» уже мертв, то почему ты еще нет? И ты смеялась, не смешно, но ты рыдала над пустяшной бедой. Сейчас ты трогаешь ногами, забивая нам мозги ерунной. Ты повторяешь один бред, раз двадцать восемь на все голоса. Ты крутишь задницу и носа, ведь не даром ты зовешься по-за. Коль пипл хавает, крути, чего я права, ты мне не жена. Коль они пляшут под тебя и подвывают, значит, ты им нужна. Меня спасет моя гитара, остановит у последней черты. Но только пусть меня не улучшит, тоже должен быть такое, как ты. И он мчался на коне неукротимом, как черта, тебя привез к Абрюле. Если правду говорят, что «Рок-н-ролл» уже мертв, то почему ты еще нет? Почему я песню эту слышал в первый раз? В три рот, батенька. Ну, песня не новая, но и не любая. Я ее в клубе играл. Ну, я не слышал ни раз. Надеюсь, ты не можешь. Я с ней разминулся просто. Он исправился. Видишь, он исправился. Надо ходить на концерт. Я просто боюсь, что я не слышал еще песен 50, которые Леня. Нет, Леня так много Лени писал. Леня пишет немного песен. Но смачно. Но большую часть из написанного сегодня я играю. И я попробую сейчас исполнить. Ты не рад? Если лишний, то могу. Ну, отходи, пожалуйста. Проходите. Это песня. Следующую песню я написал еще в молодости. И очень любил, потом забыл. Теперь она гораздо больше подходит. Странно, что я написал еще. Ну, как. Не в первой молодости, но я ее 30 лет еще. Да, скажем так. Но она как раз сейчас гораздо более актуальна. Сейчас поймете, почему. Если я сумею ее сыграть. Я притворяюсь, что я весен и умен. Приятен в обществе и легок на помине. Что даже кое-каким талантом поделем. Что одинок, что это навсегда отныне. Я притворяюсь, что немало повидал. Что мудрый, опытен и редко удивляюсь. Другие верят, но я сам и все отдал. Когда бы мог поверить, что не притворяюсь. Я притворяюсь, что приучен побеждать. Что в жизни я не знал серьезных поражений. Что не люблю и не умею долго ждать. Что не привык менять распринятых решений. Я притворяюсь, что я молод и силен. Что смел задивиться, что бывал и вон жил. Я притворяюсь, что удачлив, что влюблен. Что еще жив я притворяюсь постоянно. Я притворяюсь, что все знаю наизу. Что суеверен и что ни во что не верь. Неправда я не притворяюсь, я торжусь. Меня вам видно только за стеклянной дверью. Так отчего же мне не вызовет стекло? Одним ударом поймите в мою душу. Стекло не бьется, или время не пришло. А может быть, я просто вам такой не нужен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующую песенку мы регулярно проводим благотворительные мероприятия, концерты в пользу наших друзей. И несколько лет подряд мы проводили концерт в пользу Лены Касьяновой. И по итогам одного из этих концертов, вот Леня сейчас сыграет песенку, которая у него возникла. Собственно, это был первый концерт, ее в пользу Лены Касьянов серьезно болела, и очень многие люди откликнулись. Она серьезно болеет, это замечательный автор, поэтесса, исполнитель. Да, она борется, и вопрос постоянности этой жизни и смерти. Ну вот, вот заодно давайте пожелаем ей здоровья. И вот после первого концерта я был так впечатлен, что просто написал эту песню о концерте. А потом... А потом... Замечательные фото Удивительные лица Звуки радостных приветствий Звук прощаний Цель-Ави Он играет для кого-то И без всяких репетиций Всем знакомый нам оркестры Из надежды и любви Вновь играет для кого-то И без всяких репетиций Всем знакомый нам оркестры Из надежды и любви И мелодий прелестны И души в словах так много И еще мечта о чуде И немного озорства Этот маленький оркестр Озарит улыбка Бога И мы знаем чудо будет И зеленая трава Через снег зимой пробьется Силой жизненной мощной И расправит лица крылья И взлетит под облака И ребенок улыбнется Мила носит свой наборщик Эта сказка станет былью После третьего звонка И ребенок улыбнется Мила носит свой наборщик Эта сказка станет былью После третьего звонка Замечательные фото Удивительные лица Замечательные фото Удивительные лица Аплодисменты Я просто помогла попасть Не включили фото Потому что после этого концерта Поместили много красивых Замечательных фотографий Знаете, первая моя реакция была Я написал замечательные фото А потом уже написал песню Следующая песня Родилась в Христалке Я в очередной раз причем Роман Премина Священная книга Там есть такая Главная героиня Лиса Которая умела Распустив Особым образом хвост Просто свести с ума Любого мужчину Она могла превратиться В человека В женщину В общем Кому интересно прочтите Тогда поймете Тут такая Грустная история Называется Лев и Лиса Грустная история Разгуляя в лесу Лев красотку лесу Дернул ласково Так закосу Только кухня проста Оказалась Та и как выдала Танец хвоста Грустная история Лев увидел тот хвост Позабыл свой рост И что нынче Великий пост И что сам он стар И свой правый удар И весь прочий Репертуар Лев был в смысле манер, никакой каваер Но потом языковый барьер Но у них и без слов, как пошла любовь Аж посыпали спелки с дубов Одинка через два, говорила сова Лев уже не дышал едва Нес бессмысленный бред, стал похож на скелет В общем, чистой воды поэт Лев был нужен стране в предстоящей войне Так что все это гнусно вдвойне Так что лисам и хамать хорошо бы выбирать На кого им свой хвост задирать Но лисичка жива Получила права им храбона, видит льва И летает во мгле на шикарной метле Дам в дамском седле И летает во мгле на шикарной метле И оттуда И летает во мгле на шикарной метле Было куплено потом, для того, чтобы можно было подключать тот, кто-то, в своих трещинках. Я ей тоже дорожу, но вы понимаете разницу. Это мне подарили мама и бабушка на выпускные экзамены в школе. Под обещанием научиться играть. Спасибо за просмотр! Ты хочешь знать, как я живу, трудом, хоть жал себе не руку. Стараюсь не топтать траву, не брать чужого. Прости мне, мой бесстрастный тон, сам знай, шел мозгом, весь мир театр. А в начале было зло. Вот ты смеешься надо мной, ты хочешь все любой ценой. Ты был бы лучшим игроком, в игре без правил. Будь осторожней, чемпион, расслабься. Шел мозгом, весь мир театр, а режиссерам служит дьявол. Вот ты гляди на пяти друг. Один твой враг, другой твой друг. Один тебе готовит нож, другое объятья. Вторым от первого спасен, ты вспомни, шел мозгом, весь мир театр. А они родные братья. А вот смотри, твоя жена, умная, нежная, стройная, юная. А как она тебе верна, но очень скоро. Ты будешь сильно удивлен, что тело шел мозгом, весь мир театр. А люди в нем актеры, вот ты добрался до вершин. И вышел в дом первый плит. Есть дом, есть дерево, есть сын, и в доме много. Но что смотри, свой сладкий сон, но помни, шел мозгом, весь мир театр. В котором ставят пьесы бога. А если жизнь наперекос, что умирать, ты это бросил. Быть или быть, вот в чем вопрос, но ты же практик. Чреда времен, парады, именные значи, шел мозгом, весь мир театр. И нам нельзя уйти в антракте. О, Боже, дай мне только шанс, Что жизнь меня другой не выглян. И мой грядущий элесанс Меня когда-нибудь настигнет. Ты хочешь знать, как я живу? 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Четвертого числа у нас он там сидит, Саша Саин. Он не хочет представить свою программу как-нибудь. Да, четвертого числа. В субботу, где-то с трех до пяти, не знаем еще время, они обозначили. Там будет мой авторский тоже вечер. Но половина будет мой авторский, половина будет посвящена юбилею Голода Куджавы. Это будет четвертого числа. А время там конкретно не будет? Они еще не знают посевки. В три часа я поставил на субботу. Но бывает международное у нас событие, какие-то могут быть подвижки. Пока, вот так. Саша, на третьем этаже или здесь? На третьем этаже. Чай я уже купил. Теперь надо спеть про него. Теперь надо спеть про него. Время нехорошая, а больше что. Саша, на третьем этаже. Саша, на третьем этаже. Образы возрастные. Саша, на третьем этаже. Нету напитка, лучше чай. Я без чая. Я без чая, так скучаю. Другим по вседням я влегчаю. И в душе теплый майон. Мудрость народная, красивая, шай не пьешь. Откуда сильно? Чтобы вас хворь не подкосила, Говорила пить и чай. Чай вас утром разбудит. На ночь уложит. Чай свинью не подложит. Чай полезен для кожи и для рожи, Для потенции тоже. Пейте чай. Чай с жасмином, с бергамотом. Ты не путай с компотом. Там, где компот выходит потом, Чай врачует печать. Нету напитка, лучше чай. Пусть же вечно вскипает Самолар моей маши. И пусть вилда крепшая Мороз нам не стражил. Мы обсумим за чай. Все подробности нам не жили. А уж повод всегда найдем Выпить чай вдвоем. Чай вдвоем, 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 чай вдвоем Я наливаю себе чаю, телевизор включаю, Ни от чего не получаю я такой полный кайф. Нету напитков лучше чаю, за базарь отвечаю, Я совсем не исключаю, что боги тоже пьют чай. Вы женили невесту, как прелестно, Но пока неизвестно, совершится ли брак. Пейте чай вы совместно, полсеместно, До и после вместо, пейте чай и так. Футболю Тихо 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 Тих Спасибо. Но могу сказать, что изначально Ленин был против, но мы ему говорили. Изначально у этой песни «Разговор с Богом» была другая мелодия. Когда он ее показал, я сказала слова, а музыка супер. Поэтому слова он честно переписал. От музыки он отказываться не хотел, но он понял, что эта музыка уже не к тем словам. Так родилась вот эта мелодия, которую Ленин обозвал моей колыбельной. Она так и называется «Колыбельная для Саши». Я еще ее сыграл, когда она болела. Да. Колыбельная для больного. Я не знаю. Это инструментальная въездка очень коротенькая и, как правило, исполняется каждый раз по-разному. Потому что это была чисто вот эта импровизация, но... Саша, по-разному. 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 Да, по-разному. Болеешь? Да, болею. Болею. Да, действительно болею. Усыпить сачана это дело не легкое, тяжело. Это не сложно. Ну, не совсем ты усыпил. Не совсем это. Есть. Подсутимы. Хандики. На действия. Но слова интересные. Хозяйки.... Абсолютно другие характеристики. Каждый раз мало. Да, каждый раз мало. Хозяйке удался стол, особенно консервы. Следующая песня тоже существует давно. Она посвящена моему большому другу, даже можно сказать, мы с ним были со авторами. И у него в этой песне в свое время была собственная партия. Но теперь его с нами нет, поэтому я за него исполняю эту партию. И там, где я буду это делать, я прошу прощения за акцент. Потому что он исполнял ее на своем языке, которым я довольно слабо. Собачий вальс. Все упомянутые лица не случайны и исторические. Песня написана к дню рождения. Моего большого друга и тренера, который все время занимался конным спортом, это женщина. А мой соавтор, это была ее собака. Она в этот день рождения пела ее вместе со мной. КОНЕЦ Я чёрный, отбурный, воспитанный пёс Я породы, ротвейлер Я не против, чтоб люди мне трогали носы И гладили шею Мне так нравится, лёжа на брюхе Сопеть и лизая свою лапу Что приходит вам в голову Будто медведь был мой дед Или папа, мой дед, или папа Я бывает делюсь, но гоняю собак Немного кусаюсь От бойцовых терьеров, хвостатых макар Я слегка опасаюсь Был один тут такой, чуть не ухо не съел Но об этом не будем И вообще о собаках я петь не хотел Это песня о людях Это песня о людях Я люблю, чтоб вот этот вот, который поёт Не массировал спину Чтобы ухи трепал мне и гладил живот Ну и что, что он тоже мужчина А вот с этим вторым хорошо порчаю О, это наши палатки Только слишком он любит меня приучать К человечьим порядкам К человечьим порядкам Он сердит, как сержант, но зато он мой друг Он кормил меня кашей Ну потом он, конечно же, главный из двух Называется пашей А из их непослушных, но шустрых детей Только эту Люблю я Я прощаю ей всё по своей доброте Называется июля Называется июля Вот хозяйка моя, главный мой человек Мне другого не надо Мне бы только короткий собачий мой век Но прожить с нею рядом Я придумать не мог, что бы ей подарить На её день рождения Может, мяч, может, кость Я не буду мудрить Подарю ей своё поведение Своё хорошее, достойное поведение И не буду я больше её огорчать Тем, что съел её торты И не стану я больше угрюмо ворчать Когда моет мне морду Только пусть она больше Меня не отдаст ни друзьям, ни знакомым И пусть дом наш не так хорошо Нам сейчас будет век моим домом Будет век моим домом Я хозяйку мою так безумно люблю Что бывает глупее Я о том лишь собачьего бога молю Чтоб состариться с нею Чтоб состариться с нею Для финальной песни нам понадобится Фор мальчиков-зайчиков Мальчики-зайчики Большой грузинский город Остави Сергея Поленского Нам нужна поддержка желающих Буча, выходи Тут факт, что ты опоздал Ни от чего тебя не избавляют Понятно Что ты должен сделать Для тех, кто не знает Вдруг случайно, если такие есть Эта песня давно уже стала коллективной Нашей клубной Названская легенда Я хотел, чтобы ты посмокировал Басни клубного волка И барашки Жарким день один барашка Долго бегал без рубашки Он потом купил мальчик На руках его держал А потом надел обломка Чувством толком, расстановком И развед от обстановки За машином побежал Ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лайлай Самый волк и мужчина эхал Дорогой мужчина Но мой покупал Его недавно Сущей тем не заплатил Но видит волк и бежит барашка Хочет кушать, волк и бедняжка, Даже язык свой пора глотать. Он горячит, эй, барашка, Покажи мне свою бумажку, А что, не можешь? Твой папашка воду пил из мой ручья, И политически смеялся, Но на мой отец норвался, А мой отец проголодался, А как совсем сегодня я. Баранин кудрявим шкурка Прятал свои щелисты фигурка, Злой авторитетный урка, Страшный заяц, каратист, Но подошел, раздвинул пальцу, И как ухватит лук за горло, И суши запутыхание сперло, Суши конченый сады из... О-о-о-о-о!!! И я там дикий иносранц, Танцовал слог, грязный танц, И я там вегетарианц, И делал слов кем, что хотел. И сморал в этом бас, И жизнь теперь такой опас, Смерть теперь такой ужас, Не осуществленный без вердела. Бурак, ну теперь и засада, Кирето, ну теперь и награда, Уй, сила есть, тума не надо, На бессильный виноват. Даже если ты слабый и здоровый, Даже ты с ним одно им кровь, Даже если ты любыми, Занимался ему мат, Поэтому это он. Но если ты захочешь кушать, Он тебе не станет слышен, Он тебе мал-мал задушит, Как и не делает лишних слов. А хочешь жить без оранжений, Буз, азнадий, с приключений, Слушай, моя правоученичная, Дедушка Крылов. И на ноябрях! Вообще! Ох,說 странно! Ох, show! О, ох! АПЛОДИСМЕНТЫ